МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну и какова цель и задача? Цель и задача на данный момент у нас участие дорожного транспортного происшествия с участием автобусов. В связи с этим сейчас на республиканском значении проводится ОПМ, также оперативно-профилактический мероприятие автобуса, как вы сказали, с 5 декабря по 11. Цель данного ОПМ – обеспечение безопасности дорожного движения и предупреждение аварийности на пассажирском транспорте. Также проверяем наличие документов, осуществление перевозок пассажиров и багажа, нелегулярных, регулярных. Также они каждый день должны проходить перед рейсом, перед рейсом и технические состояния автобуса. Багдад Булатович, техническое освидетельствование транспорта проводится, а проводится ли медицинское освидетельствование? Я этот вопрос задаю к тому, что во время дневных новостей я читала информацию о том, что вы задержали одного из водителей, остановили. Он был в алкогольном опьянении, и это водитель автобуса. На самом деле это так или нет? На самом деле, да, это так. 5 декабря в 5 часов ночи сотрудниками батальонно-патрульной полиции было в городе Октябрь, по улице Берсио, был остановлен автобус, в котором водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Также он занимается частным извозом, он не маршрутный автобус. Также в соответствии с законом, они при выезде должны проходить техническое состояние и медицинский осмотр. Я понимаю, что вопрос, возможно, не к вам задается. Нужно задавать не вам. Далее, каким образом вот этот момент разрешается? То есть вы обращаетесь, естественно, к руководителю компании, где он работает, и начинается расследование. Все верно, да. У них, например, частный извоз открывает, у них должны быть техник и медик, которые каждый день, ежедневно, перед рейсом проводят медицинские осмотрения. Также технические состояния автобусов, что допускается на эксплуатацию, требования стандартам все соответствуют. Такие перечни должны быть исправны. Богдан Владович, приведите еще, пожалуйста, несколько других фактов. Вот во время ОПМ, которые были засвидетельствованы. Таких фактов на алкогольное опьянение пока не было. Единственный случай за время этого ОПМ, да? За время этого ОПМ, да. Также хотелось бы отметить, что нарушение пассажирским автотранспортом за период с 11, но по итогам 4 дней, превысило 503 нарушений в связи с пассажирским автобусом. Из них 49 нарушений, пользования сотовым телефоном при движении. Также 23 фактов правила перевозок пассажиров, все багажа таких ситуаций. Также хотелось бы отметить, что на данные, на текущий год, 22 года, было зафиксировано 8 ДТП, из них, которые один погиб на месте и 18 пострадали. Также с участием пассажирских автобусов ежеквартально будут проводиться такие ОПМы областного значения и республиканского значения. То есть ОПМ проводится не только в черте города, на территории города, но и по всему региону, за пределами города. Сейчас проводится по республике. Получается, весь областной регион проводит ОПМ автобусы. Как часто проводятся такие ОПМ? Какие результаты дают? Я к тому, что вот республиканские проходят, да, областные, наверное, городские и так далее. Какая градация идет? Республиканский автобус, ОПМ автобус, дает, что есть на снижение дорожных транспортных происшествий. И также профилактика, в основном занимаемся сейчас, останавливает, проверяет документы. Вот такие факты у нас выявляются, которые перевозка пассажиров осуществляется без лицензии. То есть есть и такие факты? Да, без соответствующих документов. Я, например, привел только что. Из них 49 водителей привлечено, которые занимались с такими фактами. Требования стандарта не подходят документам. Еще один момент. Как часто проходят? То есть раз в месяц, раз в квартал, раз в полгода, раз в год? Или же вот ОПМ? Я знаю, что очень часто просто названия разные. Допустим, в летний период, в каникулярные это дети, ОПМ, автобус. Есть и другие? Есть и другие, да. Каждое по анализу ДТП проводим. Также ежеквартально будут проводиться автобусы. Не только автобусы, даже недавно на территории области проводились ОПМ-такси. Это также с пассажирским производством, который занимается. Также сейчас на районах проводятся инструктажи по перевозке пассажиров. В некоторых районах сейчас с выездом мы проводим беседу. Также в соцсети выкладываем, что проводятся такие ОПМ, чтобы в дальнейшем не нарушать такие правила. Еще один такой момент. Касаемо, опять же, частоты проведения профилактических мероприятий. Результаты дают наверняка положительные, динамика хорошая. Но, тем не менее, хотелось бы все-таки услышать из ваших уст. Да. По результатам ОПМ, да. Результаты дают на снижение дорожного происшествия, также на законности. На сегодняшний день, мы говорили же, свыше 570 фактов выявили. Это только для профилактики, чтобы в дальнейшем такие не повторились. Еще вот один такой момент. Я понимаю, что в любом случае, если говорить сейчас о том, что эта цифра по сравнению с прошлым годом, она ниже или выше, она будет ниже. Но для того, чтобы эти цифры стали еще ниже, для этого проводятся профилактические мероприятия в том числе. Но еще один такой момент все-таки хотелось бы уяснить для себя. Вот касаемо статистики, понимаю, динамика хорошая, но, тем не менее, какие еще профилактические мероприятия, ну, может быть, проводятся или необходимо было бы проводить для того, чтобы снизить количество и ДТП, и так далее, и нарушений других? Снизить количество ДТП, сейчас вот такие моменты будем проводить, ОПМ, и так же… Просто мы сейчас накануне главного зимнего праздника, накануне Нового года, и в любом случае, да, человеческий фактор, он всегда имеет место быть. Да, мы с тобой, да, сейчас на территорию области патрульный наряд выходит в связи с этим. Будут проводиться такие мероприятия, не в ОПМах, так же будут останавливать, проверять документы. Такие мероприятия, так же по предупреждению, профилактике аварийности, вот такие работы будут производиться в дальнейшем. Конечно, это приведет к хорошему случаю, снижение, только что говорил, транспортное, дорожное транспортное происшествие, и так же нарушение. И будет проводиться с частным извозом, который занимается… Как раз, да, сейчас. Да, как раз, да, который занимается вот этим извозом, грузопассажирским, республиканские есть, проходит у нас на загородных трассах, проезжает с других республик автобусы, точно тоже их проверяем, чтобы перегрузов не было. Такие моменты будут проводиться. Это дает хорошему результату. Еще были такие факты в прошлые годы, если вы помните, да, вот вы сейчас начали говорить о том, что международные маршруты есть, и когда загорался автобус, и когда даже ваши сотрудники спасали иногородних жителей, граждан других стран, да, что люди замерзали на трассах и так далее. Были и такие случаи в прошлые годы. Я помню, что мы приводили наши коллеги из информационного отдела. Да, такие факты были. Сейчас, на данный момент, на республиканских трассах имеются точки, которые каждый район обеспечит… Кемпинги вы имеете в виду? Кемпинги и также пункты обогрева. Да, патрульный наряд наш обслуживает трассу, которая вверена данным участкам. Они обслуживают. Также, если такие информации бывают, незамедлительно звонят ЧАЭС, через звонить ситуацию, департамент. Соответственно, их привозят в этот обогрев, там, до устранения пункта. Сейчас на территории области такие обогревы установлены уже. Сейчас, на данный момент, в рабочем состоянии все. Багдад Булатович, еще один такой момент, все-таки, напоследок, хотелось бы, чтобы наши телезрители уяснили, и вообще, в целом, люди, которые слушают наше интервью, либо которые будут смотреть его на YouTube-канале, чтобы они понимали, что ваша задача, когда вы останавливаете тот или иной транспорт, не оштрафовать, а предупредить. То есть, в этом заключаются профилактические мероприятия. Да, все верно, в этом заключаются, но есть такие нарушения, грубые нарушения, конечно, не предупреждаются. Там, только что говорили, в состоянии алкогольного пьянения, выезд на полстричь, это дает на участие в дорожном транспортном происшествии. Такие нарушения, особо не являющиеся на дорожной безопасности, например, бывают и автобусы, фары забывают включать. Такие есть предупреждения. Предупреждения выдающие. Предупреждения, да, устное объяснение предупреждения. И еще все-таки не могу не спросить, если вдруг водитель другого транспорта, либо пассажир этого транспорта заметил какое-либо нарушение, что водитель говорит по телефону, вот 49 таких было водителей, нарушение зафиксировано, они могут позвонить, либо каким-то образом просигнализировать вам о том, что происходит такое нарушение, либо водитель, не знаю, грубо обращается в том числе с пассажиром. В таких ситуациях можно заснять на камеру сотый телефон, и также можно по доверительному 102 позвонить и регистрацию сделать. Но доказательства в качестве видеофиксации обязательно? Обязательно нужно будет, да. Видеофиксации обязательно нужно будет. Также, если на телефон, на камеру себе снимет, регистрация будет в дальнейшем составлена в отношении водителя, который он нарушил, также телефоном, либо не присвинулся, будет составляться в этом среде. Спасибо вам большое. Напомню, что с 5 по 11 декабря на территории нашей области проходит ОПМ-автобус. Сегодня об этой акции более подробно рассказал Тимуратов Багдад Булатович, инспектор ОМПС Департамента полиции Октябрьской области. На этом наша программа завершена. До скорых встреч. Генеральный партнер программы ТО КТП ТО КТП Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова